Здравствуйте! Это информационная программа «Новости 24» в студии Хадиша Курбанова. И коротко о том, что ждет вас сегодня в выпуске. Принцип или безответственность – вот в чем вопрос. Должники объяснили, почему не платят за коммунальные услуги. На некогда заброшенной территории теперь кипит работа. Аграрии Дагестана готовят землю для посадки риса. Паломничество – самый жаркий период времени. Сотрудники МЧС провели лекцию с руководителями Хадж-компаний этого года в избежание несчастных случаев. Жалоб на отключение воды и света в республике стало больше. Итоги мониторинга обращений граждан с начала года подвели в госжилинспекции. Всего в ведомство поступило 1719 обращений. Большинство из них касались отключений воды и света. На втором месте – жалобы на техническое состояние жилищного фонда. В частности, на плохое состояние подъезда, в некачественное функционирование лифтов, затопление и мусор в подвале и другие проблемы жителей многоквартирных домов. Наибольшее количество заявок поступило из Махачкалы, Каспийска и Дербента. Ну, проблемы проблемами, а долг платежом красен. Многие жители республики не платят за капремонт. Абоненты с большими задолженностями попали в поле зрения судебных приставов и представителей капитального фонда. На 29 тысяч жителей уже поданы иски. Всего они задолжали около 400 миллионов рублей. Кто и почему не платит за капремонт, расскажет моя коллега Патимат Ханапова. А Кужинского 28А в этом многоквартирном доме более 65% жильцов имеют задолженность по капремонту. Именно у них сегодня и будут судебные приставы с представителями фонда взыскивать долги. Однако главная цель совместного рейда, по словам экспертов, это информирование населения о том, почему важно своевременно платить. Зачастую должники задают вопрос, за что платить, в общем, что такое Дагестанский фонд капитального ремонта, почему мы, должники, должны платить. Сегодня мы проводим такой рейд совместно с сотрудниками Дагестанского фонда капитального ремонта. Тем самым должники могут на месте быть проинформированы, что сделано, что будет сделано, в общем, за что они платят деньги и так далее. И действительно, многие жильцы задаются вопросом, за что платить, пойдут ли эти средства после по назначению и, наконец, дождутся ли они затем обещанного им капитального ремонта. Капитальный ремонт, деньги просить, да? За что? Вы посмотрите, мы здесь жить не можем, у нас везде течет. Поэтому, уважаемые, нужно оплачивать взносы за капитальный ремонт и будут проведены вам ремонты соответствующие. Вот я честно сказать, не от того, что я не такой человек, который не оплачивает меня в этом доме, почти все знают, да, Жидалка? Я не тот человек, который коммунально не оплачивает. Я вот принципиально из-за этого не оплачиваю, понимаете вы? Вот принципиально не оплачиваю. Специалисты поясняют, капитальный ремонт прежде всего проводится в тех многоквартирных домах, где показатель по сбору свыше 60%. Поэтому так важно, чтобы каждый жилец относился ответственно. В противном случае улучшений придется ждать долго и мучительно. Здесь действует принцип, чем раньше заплатишь, тем раньше увидишь ремонт. Приоритет всегда исходит из того, что если оплата с определенного жилого дома идет более 50-70%, очередность продвижения этого дома, она приоритетит. Почему? Потому что жильцы сознательно платят для того, чтобы им проводили какие-то работы. Однако, несмотря на пояснения специалистов, некоторые жильцы не считают нужным вносить средства в фонд. По их словам, они и без этого сами следят за состоянием своего дома. Но несмотря на разногласия и плюрализм деликапитального ремонта, каждому владельцу квартиры придется погостить долг. Иначе последует конфискация имущества, затем запрет на продажу жилья, а также на выезд в другие страны. В рамках региональной программы по утвержденному плану в этом году планируется отремонтировать 50 домов. Данная цифра может вырасти до 101 многоквартирного дома в связи с ростом собираемости взносов. С января 2015 по июнь 2019 года было направлено более 29 тысяч материалов. За эти три дня судебные приставы по запросу капитального фонда рассмотрели 24 материала на сумму более 300 тысяч рублей. Для такого короткого периода это хороший результат. Однако предстоит им в этом деле еще долгая и кропотливая работа. По тематам Ханнапова, Хадижа Кадиева, Меседо Магомедова, Новости ННТ, Махачкала. И все-таки 17. С 4 июля компания «Новострой Транс» отменит тариф в 23 рубля для пассажиров по маршруту номер 69. Остальные компании и нарушители собираются оспаривать предписание антимонопольной службы в суде. Напомним, что УФАС выявила сговор шести транспортных компаний, которые одновременно повысили стоимость проезда в общественном транспорте на одну и ту же сумму. Стоит отметить, что перевозчикам, которые не отменят приказы об увеличении стоимости проезда в 23 рубля, грозят штрафные санкции. Аграрии Дагестана готовят землю для посадки риса. В республике проходят масштабные внутрихозяйственные миллиардативные работы. На это выделено 500 миллионов рублей из республиканского бюджета. На текущий год запланировано строительство новых рисовых инженерных систем. Как идут работы в сюжете Карины Баталовой. Еще год назад эта территория была заброшена. Теперь здесь активно работают экскаваторы и почвообрабатывающая техника. Все благодаря господдержке. Участником программы миллиардции стал и производственный кооператив «Забота» от Лератинского района. В хозяйстве решили воспользоваться шансом и заняться строительством рисовых систем, под которые отведены малопродуктивные пастбищные угодья. От того, что освоения территории не было, поливать возможности не было полностью, это было кустарниками забытое, решили рисовые чеки сделать, а то, что из-за солености почвы есть. Кустарники были очень много, около 50 гектаров. На той территории они очистили, почти на это ушло время, у них основные раскачевки кустарников. На 158 гектарах земли будут располагаться новые рисовые чеки. С водой проблем не возникнет. Недалеко располагается межхозяйственный оросительный канал «Малый Кисек». Сейчас идут планировочные мероприятия на чеках. Остались также бетонные работы на шлюзах. Почти 70% работ уже завершено. Здесь общий объем работы, как всегда, по тренажам, коллекторам, там идет около 6 километров. А растительные системы и главные растители там около 9 километров. И основным 58 человек здесь по площади 2-3,5-4 гектара. В Тлеротинском районе нацелены на полное использование пашни на отгонных землях. Аналогичной деятельностью по развитию рисоводства, проведению культур-технических работ на сельхоземлях намерен заняться и в других хозяйствах района. На сегодняшний день по этой программе будет построено полтора тысячи гектаров рисовых чеков. Будет произведена реконструкция 4,5 тысячи гектаров рисовых чеков. Точно так же будет построено полтора тысячи гектаров капельного орошения. Восстановление миллиардативного комплекса – одна из важнейших задач в агропромышленном производстве республики. Ведь миллиарация земель способствует сохранению и повышению плодорода почвы, а также росту урожайности и устойчивости земледелия. Карина Баталова, Миссиду Магомедова, телеканал ННТ, Бабаюртовский район. ЕГЭ на 100 баллов сдали 22 дагестанских выпускника. Самое большое количество лучших работ зафиксировано по русскому языку. Их 11. Шесть участников единого госэкзамена показали наивысшие результаты по химии, двое по информатике, четверо по профильной математике, истории, биологии и обществознанию. Больше всего 100 баллов – это выпускники Махачкалинского лицея номер 39. Одна из его выпускниц Мария Мбатыраева сдала на 100 баллов сразу два предмета – химию и биологию. Также девушка набрала 98 баллов по русскому языку. Ей не хватило двух баллов, чтобы войти в список трехкратных стубальников. Около 9 тысяч паломников в этом году отправятся в Хадж. Месяц их отправления выпадает на самый жаркий период. Во избежание чрезвычайных происшествий сотрудники МЧС провели лекцию по безопасности для организаторов Хадж-компании 2019. С руководителями турфирмы «Марва» специалисты ведомства теперь будут работать на постоянной основе. В продолжении темы сюжет Камиля Девятова. Квота на Хадж заполнена. Паломники разбиты на группы. Руководителям и их помощникам предстоит нелегкая работа. Хадж в этом году выполнен самый жаркий период времени. Случиться может все, что угодно. И это значит, что ответственные лица должны быть готовы к оказанию необходимой помощи. Для этих руководителей проводится такой ряд курсов обучающих, на котором повышается их навык, как и канонические знания, так и навыки оказания первой необходимой помощи в случае каких-то ЧП. Для руководителя эта информация очень полезная. Это вся та информация, которую будут они использовать в практике при работе с паломниками. Руководство турфирмы с особой ответственностью подошло к этому вопросу. И в дальнейшем с паломниками будут ездить высококвалифицированные специалисты, готовые к любым ЧП на территории иностранного государства. Трудности в Хаджи в основном связаны с тем, что там будет находиться большое скопление людей. Большое скопление людей в той или иной ситуации может привести к панике, к столпотворению и так далее. Сохраняйте спокойствие, проводите данное мероприятие со спокойной нервной системой, с спокойными, адекватными действиями. В этом году Дагестану для совершения паломничества было выделено 8600 мест. Эта цифра составляет 40% от общероссийской квоты. Камиль Девятов, Шахрудин Халидов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. А в Кайкенском районе будет построено здание для спасательного подразделения, в котором будут дежурить как спасатели МЧС, так и сотрудники медицинных катастроф. Строительство данного объекта имеет огромное значение для района и республики. Все службы будут оснащены новой техникой и оборудованием. Также планируется вертолетная площадка. Кайкенский район удостоился чести попасть в число районов, где будет строиться объект. Спасательная станция, где будут дежурить и сотрудники МЧС, и медицинные катастрофы. Поскольку рядом федеральная трасса, я считаю, что это очень удачный выбор. К сожалению, у нас много дорожных транспортных происшествий, к сожалению, много людей страдает. И эта станция, она, конечно же, окажет большую помощь тем, кто попал в такую нехорошую ситуацию в сессии происшествий. Воркаут площадками в Дагестане оснастят 120 сельских школ. Любители спорта установят гимнастические скамьи для выполнения наклонов, мосты для отжиманий, мишени для метания мяча и другие тренажеры. На эти цели предусмотрено свыше 94 миллионов рублей. Еще в 10 общеобразовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт спортивных залов. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм и также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин